Новосибирск В субботний солнечный день около 40 студентов собралось в гостиничном комплексе «Млечный путь». Ученики подкрепились горячим обедом и устроили конкурсы. Самым популярным занятием стало перетягивание каната. Мы же приезжаем не только учиться сюда, но и обрести команду определенную, друзей, новых знакомых. Это очень важно. И во время учебы невозможно в полноте это сделать. А когда выезжаешь вот так на природу, в такой вот непринужденной обстановке можно обрести действительно настоящих новых друзей, с которыми ты потом пойдешь по жизни. Узнав, что волонтеры и служители хотят отдохнуть в комплексе «Млечный путь», руководство гостиничного комплекса предоставило значительную скидку. По словам администратора Татьяны Спиридоновой, нужно поощрять добрые дела. Так как вы занимаетесь благотворительностью, значит мы идем так же к вам на уступки, так же хотим вам помочь, так же как вы помогаете людям, чтобы вам понравилось у нас. Бобин Сергей приехал учиться в Новосибирск из Томска. За месяц обучения молодой человек уже приобрел друзей и утверждает, что открыт для новых знакомств. Я бы очень хотел еще побывать на таких встречах, для того, чтобы были взаимоскрепляющие связи между нами, потому что люди приезжают из разных городов, заводятся новые знакомства. На данный момент уже много друзей появилось и хочется, чтобы их еще было больше. 21 февраля в спортивно-оздоровительном комплексе «Диалог» прошли районные соревнования по дарцу и боче среди инвалидов. Инициаторами мероприятия выступила Новосибирская организация инвалидов «Центр независимой жизни Финист». Председатель фонда Евгений Емич высоко оценил помощь волонтеров в церкви «Исход». Они помогают нам во всех наших крупных мероприятиях, которые мы проводим, присутствуют волонтеры. То есть это принести где-то там воды, унести листочек тот же. Если нам это, пока ты дойдешь там, это сложно, или на коляске доедешь, когда народу много, лавировать нужно, то тут попросил, человек пришел, отнес, принес. То есть это здорово. В общем, волонтеры – это наши ноги и руки, скажем так. Волонтеры увидели в участниках соревнований достойные примеры с желанием жить и радоваться каждому дню. Личная трагедия не сломила инвалидов, а только укрепила. Ведь они каждый день борются с трудностями, совершенствуя свое тело. Мы привлекаем добровольцев на такие мероприятия из числа молодежи, с которыми мы работаем, для того, чтобы они научились брать ответственность не только за себя, но и еще за кого-то в этом обществе. И здесь они, общаясь с инвалидами, они понимают, что это такие же люди, в принципе, как и мы, только с небольшими отклонениями. И на таких мероприятиях у добровольцев, у молодежи рушатся барьеры и границы. Они понимают, что инвалиды – это, в принципе, такие же люди. Со слов добровольцев, благополучная страна – та, где хорошо всем. И объединившись, они хотят еще многое сделать, чтобы каждый человек мог чувствовать себя полноценным членом общества. Ключевой смысл волонтерской деятельности – системно, на постоянной основе, помогать людям, которые остро нуждаются в этом. И для этого не нужно быть богатым или обладать какой-то властью. Достаточно быть добрым и неравнодушным. Ну, во-первых, можно познакомиться с нами людьми, как-то помочь им, узнать, что я могу для них сделать. Ну, все равно это уже какая-то помощь, какое-то добро. Это пример для других людей. Смотря на тебя, они видят, что ты реально не просто остаешься в стороне, но ты берешь ответственность. Потому что делать добро – это лично мой выбор. В Новосибирске закончился ежегодный форум для директоров программ реабилитации, входящих в Ассоциацию «Родина без наркотиков». Мероприятие проводится по федеральным округам уже три года. Основная цель – повысить квалификацию сотрудников для более эффективной работы. Мы учим здесь, обновляем знания, даем новое всеоружие, даем новые принципы духовного знания, духовного наделения. Это прежде всего. И, конечно же, мы даем техническое регулирование в формировании работы реабилитационного центра. Цель моего прибытия – это улучшение работы в социальной сфере, в работе с людьми, быть более профессиональным в этой сфере, получить для себя новые знания, открыть новые возможности, чтобы моя дальнейшая работа людям была полноценна. Основным спикером форума выступил президент Ассоциации «Родина без наркотиков» Вадим Харитонов. Руководитель организации учил о развитии реабилитационных центров. Также лидеры программу знали, как правильно консультировать людей по телефону. Прям очень глубоко слово легло о телефонных разговорах. Это прям очень полезные такие знания, очень полезный опыт, потому что это действительно очень важно – принимать звонки, входящие от людей. На мероприятии волонтеры представили программу «Поворотный момент». Это базовое учение о духовном понимании физических проблем и выхода из них. Также этот материал включает в себя работу с созависимыми родственниками. Клинический психолог Наталья Степанова поделилась с участниками дополненной программы «12 шагов». Слава Господу за эту программу. Уникальность в том, что во главе каждого шага стоит Иисус Христос. Это каждый шаг, он через откровение, через Слово Божье изучается, открывается каждому человеку. И, конечно же, значительный вклад в мероприятие сделал старший пастор объединения «Исход» Алексей Пронькин. Алексей говорил, что самая важная ценность в работе реабилитационных программ – это человек, что каждый волонтер – это прежде всего представитель Христа. Хочу подчеркнуть, что на этом форуме очень много было сказано для того, чтобы реабилитация в регионе развивалась. На этот форум приехали для того именно, я думаю, люди здесь собрались, чтобы делиться опытом, взять новые профессиональные какие-то знания для более успешной работы в регионах. В Ассоциации «Родина без наркотиков» активно действует около 35 филиалов. Ежегодно открывается по несколько новых организаций в крупных городах России. Для того, чтобы работа шла слаженно и эффективно, проводятся обучающие форумы. Ведь только квалифицированные и правильно обученные сотрудники помогут людям выйти из проблем. Уважаемые братья и сестры, просим вас поставить свои мобильные устройства на беззвучный режим и до окончания богослужения не покидать зал.